МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харли на главной теме сегодня. От пожара на улице Яхонтово пострадало несколько квартир. Людей спасти удалось. Разбитые в школе носы, несоответствие в меню и вечные поборы на ремонт. Новый приказ Минобразования значительно упростит взаимоотношения. Он убивал за кулек продуктов, старые валенки и коронки с зубов, а преступники которого расстреляли еще в 30-х годах прошлого века. Летний и горячий сезон еще не наступил, а пожарные бригады уже не раз вспомнили, что такое настоящее ЧП. Информация о пожарах регулярно появляется в сводках. Одно из последних серьезных происшествий произошло в минувший понедельник на улице Яхонтово. Это видео прислали наши телезрители, которые и заметили первые тревожные звоночки. По неофициальной информации, они вызвали пожарную бригаду. Да, да, вызвали, вызвали. Буквально через считанные минуты черный дым сменился языками пламени. Огонь стремительно охватывал балкон квартиры сверху. На борьбу со стихией прибыли пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава. Пришлось спиливать некоторые двери, чтобы помочь запертым внутри людям. По словам очевидцев, с другой стороны дома пришлось даже эвакуировать одну из пострадавших из окна с помощью веревки. Всего спасли шесть человек, из них трое детей. Вы могли предположить, что в этой квартире что-то подобное случилось? Конечно, там парень живет, шпанат. Сегодня территория под балконами отцеплена оградительными лентами. Вместо окон зияют черные обугленные дыры. На тротуаре обгоревшие вещи и фрагменты мебели. Двери многих квартир даже не закрыты. Мы не стали пользоваться профессиональным правом и расспрашивать пострадавших. Некоторые лишились не только мебели и дома на ближайшее время, но и домашних любимцев. Эксперты еще не озвучили официальную причину пожара, но сами пострадавшие во всем винят хозяина сгоревшей квартиры. Уже месяц следователи и оперативные сотрудники разыскивают виновного в смерти рязанки Евгении Макликовой. Напомню, 29-летняя жительница Рязани 13 марта привела ребенка в детский садик и не вернулась домой. Спустя два дня ее тело было обнаружено в лесопосадке неподалеку от села Оксинино Рязанского района. Согласно экспертизе, девушку задушили. По версии следствия, это мог сделать ее знакомый, уроженец Армении Карен Карапетян. Как говорят родственники виновного, они с ним особо не общались, характеризуют его крайне отрицательным человеком, как нелюбящим работать, ленивым. Однако того, что вспыльчивый он, они такого не поясняют. Что связывало данную девушку и данного виновного лица, в настоящее время устанавливается. На данный период установлено, что в свое время, когда и виновное лицо еще было в детском возрасте, и девушка была еще ребенком, они вместе проживали в одном дворе. Однако дальнейшие их судьбы никак не пересекались. Подробности следствия пока не разглашаются. Известно, что в отношении Карена Карапетяна возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему заочно предъявлено обвинение и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Любой юрист подтвердит, какое бы количество денег мы не заплатили за услугу, никто не гарантирует непредвиденных обстоятельств, не прописанных нигде. Например, отвели мы ребенка в садик, а он в процессе игры нечаянно ударился о стенку или получил от приятеля санками. Такие случаи происходят на каждом шагу, а спросить в итоге было не с кого. Все должен исправить новый приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. Он вышел 11 апреля. Теперь, если вам оказывают платные образовательные услуги, вы получаете законное право знать, на что идут ваши деньги и кто отвечает за безопасность вашего ребенка. Плюсы очевидны. В случае травмы малыша вам обязаны будут выплатить полную стоимость нанесения вреда здоровью. А также вы имеете полное право в любой момент запросить смету расходов и лично проверить каждый пункт. Просит, например, директора детского садика предоставить информацию о том, какие ингредиенты входят в состав, например, первого или второго блюда для ребенка. Потому что всякие категории детей поступают в детские сады, у кого-то аллергия на те или иные ингредиенты. Юристы уточняют, вам придется платить только за те услуги, которые вы получили. Питание, охрана, дополнительные кружки. А если, например, из оплаченного месяца ребенок посещал занятия только две недели по причине болезни, вам обязаны вернуть часть стоимости. И что еще обрадует родителей, больше не придется в таких количествах спонсировать образовательные учреждения. 1930-й год. В Советском Союзе создается два выдающихся, как позже выяснится, романа. Михаил Шолохов пишет поднятую целину, Илья Ильф и Евгений Петров работают над золотым теленком. Газета «Вечерняя Москва» сообщает, что советский инженер Королев сконструировал тип легкого двухмоторного самолета. В Москве проходят кампании против битья детей и карнавалы похорона ремня. Почти во всех храмах запрещен колокольный звон, а крупнейшим источником средств стала продажа водки. А еще в этом же году в Ленинграде на оборонном заводе краснознамениц с одним из рабочих, который пристреливал оружие, произошел несчастный случай, в результате которого тот потерял правую руку. Сегодня мы расскажем об уголовном деле, которое было закрыто еще в начале прошлого века, когда маньяки и преступники уже были, а специалисты и сыщики еще толком нет. 1930 год. По Ленинграду и пригородам стремительно ползут слухи о появлении неуловимого убийцы. Молва говорит, что сам дьявол вышел на охоту за невинными душами. Эта версия пришлась по душе большевикам, уничтожавшим церкви. Для поимки таинственного монстра в районе пороховых заводов были вызваны сыщики не только из Москвы, но и из лагерей. Те ловили преступников еще в царские времена. Всех погибших, а это были и мужчины, женщины объединяли важные факты. Во-первых, погибли они в лесу при схожих обстоятельствах, отправились погулять или в лес за грибами. Во-вторых, все были застрелены, причем криминалисты выяснили, вместо заводских пуль в патроны были вставлены обточенный под калибр шарики подшипников. Маньяк никогда не издевался над своими жертвами, не пытался их изнасиловать, всегда только грабил. Причем добыча была такой ничтожной, что как раз это и смущало сыщиков. Однажды он застрелил грибника, у которого взял корзину с грибами, а в очередной раз он решил убить птицелова, который проверял свои силки. Он убил человека только для того, чтобы завладеть клеткой, в которой были пойманные птицы. Александр Лобуткин родился в 1910 году в семье рабочих, в классе, который вскоре станет гегемоном на шестой части суши. Правильное происхождение позволило Лобуткину после достижения им 17 лет устроиться на завод краснознамени с пристрельщиком оружия. В городе он любил щеголевато так одеваться, он носил шляпу черную с широкими полями, там длинное красивое пальто. На военном заводе уже в те времена было работать очень престижно. Александр Лобуткин с детства любил оружие и эту страсть не скрывал. К тому же его отец проработал на предприятии больше 40 лет. Благодаря этим обстоятельствам Лобуткин-младший попал в привилегированный отдел, который занимался проверкой качества выпускаемой продукции. Кто в 30-е годы не делал что-то под девизом коллективизации? Одно из любимых занятий рабочего класса – выкорчевывание пней на месте будущей пашни. В ход шел любой подходящий инвентарь. По одной из версий, в выходной день Лобуткин в составе комсомольского актива завода был направлен на помощь крестьянам. Чтобы быстрее справиться с задачей, он захватил толовую шашку, но во время подрыва лишился кисти правой руки. С таким увечем работать на заводе он не мог. Лобуткину назначили пенсию, как получившему травму на производстве. И по рекомендации районного бюро ВЛКСМ, его взяли на должность паропроводчика на Охтинский комбинат. Лобуткин женился уже после травмы. Его женой стала некая Мария, 1913 года рождения. К тому времени она уже была, судима за кражу, но вроде бы исправилась. В те времена приобрести свой пистолет было сложно. Однако Лобуткин сошелся с бывшим коллегой отца, пожилым слесарем. Тот работал на военном заводе еще в царские времена и таскал домой разнообразные детали от пистолетов, гильзы, порох, разные тиски, да и много чего еще. Так что, когда старого слесаря отправили на пенсию, его сарайчике была оборудована вполне приличная мастерская с огромным запасом различных деталей и ингредиентов для кустарного изготовления оружия. У него-то Лобуткин и приобрел револьвер. По старой памяти он все-таки не бросал оружие, которое у него незаконно хранилось. И однажды он с этим оружием пошел в лес, попробовал просто пострелять с левой руки. Но в лесу неожиданно он встретил четырех человек. Было три мужчины и женщины. Воротник одной из жертв вследствие спустя несколько месяцев найдет пришитым к курточке ребенка Лобуткина. Следующая пара погибла за кулек продуктов и валенки. И кто бы подумал, что богаче всех окажется пожилой слесарь. У него преступник забрал деньги, чемоданчик с инструментами и снял золотые коронки с зубов. На его совести уже 12 жизней. Иногда преступник выжидает месяцами, чтобы убить очередную жертву. Иногда за день расправляется сразу с двумя загулявшимися в лесу парами. Но 18 марта 1935 года он совершает фатальную ошибку. Лобуткин, как всегда, подстерег очередную парочку. Мужчину убил сразу, а вот женщина успела увернуться, и пуля прошла вскользь. Когда она очнулась, преступник как раз снимал с ней украшения. Но вот тут произошло странное. Преступник вместо того, чтобы застрелить женщину, назначил ей свидание. А та побежала не в милицию, а к подруге похвалиться, какой симпатичный кавалер ею заинтересовался. К великому счастью, подруга оказалась адекватнее, и личность лесного однорукого монстра вычислили. Кроме его, по делу проходили еще несколько лиц его знакомых, которые знали о совершаемых им преступлениях, но совершили укрывательство убийств. В том числе и его жена Мария, которую он иногда использовал для того, чтобы она подходила к жертвам, отвлекала их, а он мог к ним поближе подойти и произвести выстрелы. А еще мать, которая помогала сбывать краденое, слесарь, поставлявший самодельные патроны, и сосед, который все видел, но молчал. Кстати, последнего осудили на 5 лет как раз за то, что не донес. Сам Лабуткин был приговорен к высшей мере особым совещанием. Остальные получили от 20 до 10 лет лишения свободы. Что с ними случилось дальше, история умалчивает. И напоследок хорошая новость. В эти дни наша телекомпания «Город» отмечает свой первый юбилей, пятилетие. И вот уже 3,5 года в числе прочих телепроектов выходит программа «Вызов принят». Мы решили оглянуться назад и подвести итоги проделанной работы. Каждую неделю мы рассказывали о главных криминальных событиях, встречались со следователями и потерпевшими, изучили километры оперативного видео. Вместе с сотрудниками полиции выезжали на места происшествий. Программа «Вызов принят» — это не только новостные актуальные темы, но и телеочерки о людях, представляющих закон. Мы вместе посещали исправительные колонии на территории региона, делали спецрепортажи с отбывающими наказаниями, разбирались в особенностях детской преступности. Мы изучили все возможные экспертизы и показали, как работает лаборатория ОМВД, знакомились с особенностями профессий и отношением обычных людей к сотрудникам в форме, принимали участие в телемостах и прежде всего старались помочь людям справиться с их бедой. Люди начинаются задумываться и присматриваться, в том числе к своим окружающим, повышается у них бдительность, повышается самосознание, самооценка, самосохранение. Наши друзья и соратники в лице сотрудников главных управлений ведомств ежедневно помогали делать репортажи, найти доступ к архивам, познакомиться с четвероногими отважными спасателями. За плечами две сотни постановочных рубрик, в основе которых забытые и не очень уголовные дела. Некоторые из них вылились в отдельные телепроекты. И все это чистая правда, ведь работу детектора лжи мы тоже испытали на себе. Каждая наша программа, в общем-то, заканчивается тем, что закон восторжествовал, преступник был найден. За эти годы программа получила знаки отличия практически от всех ведомств. Самый дорогой из них – «Хрустальная сова» – высшая награда Главного управления ФСИН за участие во всероссийском конкурсе. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Желаю вам недели без происшествий и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин